Тем временем заканчивалась подготовка к новому величайшему научному опыту запуску второго спутника Земли. Он представляет собой последнюю ступень ракеты-носителя. В головной части ракеты размещены прибор для исследования излучений Солнца, сферический контейнер с аппаратурой и радиопередатчиками и герметическая кабина для животного. Исследование рентгеновского и ультрафиолетового излучений Солнца почти недоступно на Земле, так как они поглощаются атмосферой. На спутнике приемниками этих излучений служат три фотоумножителя, перед которыми вращаются светофильтры, пропускающие различные участки Солнечного спектра. Прибор действует, когда на него попадают лучи. А это прибор для измерения интенсивности космических лучей. На Земле они также не могут быть полностью изучены. Мешают атмосфера и магнитное поле Земли. На спутнике установлено два таких прибора. В этом корпусе размещен программный часовой механизм, периодически включающий аппаратуру для передачи научных измерений на Землю. Один из двух радиопередатчиков, голос которых слушал весь мир на протяжении семи суток. Оба передатчика вместе с источниками электроэнергии установлены в сферическом контейнере, подобном по конструкции первому спутнику. Герметическая кабина. В ней подопытные животные совершит полет в космос. По бокам расположены камеры с пластинами, заполненными активными химическими соединениями. Пластины выделяют необходимый для дыхания кислород, поглощают углекислоту и избыток влаги. Над камерами установлены контрольные приборы, связанные с датчиками на теле животного, а также аппаратура для измерения температуры и давления воздуха в кабине. Кормушка, в которой будет находиться необходимый запас пищи и воды. За время тренировки Лайка освоилась и привыкла к своей кабине. Сборка второго спутника Земли приближалась к концу. В таком виде он вскоре будет совершать свой победный полет над Землей. Шли последние приготовления. Во время полета сквозь плотные слои атмосферы приборы и контейнеры закроет защитный конус. После выведения спутника на орбиту защитный конус будет сброшен и программный часовой механизм введет в действие радиоизмерительную аппаратуру. 3 ноября тысяч спутники. Это летающие в космосе лаборатории. Разведчики науки во Вселенной. Полученные данные говорят о том, что животное хорошо перенесло воздействие ускорений при выводе спутника на орбиту и длительное состояние невесомости. Эти исследования послужат основой для разработки средств безопасности для полетов человека в межпланетное пространство. Сведения, полученные в результате наблюдений за спутниками, расширят наше познание о свойствах пространства, окружающего нашу планету, о плотности атмосферы на больших высотах, об интенсивности коротковолновых излучений Солнца и космических лучей, о прохождении радиоволн через ионосферу. Многие другие научные данные, о которых невозможно рассказать в одном фильме, будут получены посредством спутников и сделают человека еще более могучим властелином природы. Человекам, развив скорость, превышающую 11 километров в секунду, сможет преодолеть земное притяжение и выйти в просторы Вселенной. И, по-видимому, нашим современникам суждено быть свидетелями того, как освобожденный сознательный труд людей нового социалистического общества сделает реальностью самые дерзновенные мечты о полете к иным мирам нашей Солнечной системы. Продолжение следует...